В прошлых сериях три панды сбежали с пиратского корабля и приплыли на необитаемый остров. Но остров оказался очень даже заселенным, и местному племени не понравились новые соседи. Началась погоня, и нашим героям удалось сбежать, но в какой-то момент они сорвались со скалы куда-то в пропасть. К счастью, внизу оказалась река, и панд понесло по течению. Река уносила их дальше и дальше, до тех пор, пока на пути не попалось высохшее дерево, в которое три панды вписались и отключились. Привет-привет, друзья! Сегодня на канале Игрули Ти Ви мы начинаем вторую часть приключения трех панд. Эта история называется «Три панды. Ночь». Итак, мы уже знаем, что наши герои врезались в дерево и отключились. Идемте же смотреть, что произошло дальше. А вот и наши красавчики. Видимо, сильно их потрепало, что они до сих пор не очнулись. Ну ладно, пора просыпаться. Начнем со старшего панды, за которого играю я. Ух, как голова трещит. Видать, не слабо в дерево влетел. Надо бы разбудить остальных панд. Эй, здоровяк! Крепыш! Просыпайтесь! Понятно! Ну хорошо, будем будить по одному. Эй, толстячок! Вставай! Игруля, ну чё ты раскричался с самого утра? Дай поспать спокойно! Да какой спать? Нам нужно выбираться отсюда. Вот тебе нужно, ты выбирай. А я еще дрыхцану часок-другой. Третий, четвертый, пятый. Вот наглец! Эй, Пузо, смотри, тут здоровенный торт. Торт? Где торт? О, здорово, Ребзя! Нету здесь торта. Это я специально сказал, чтобы тебя разбудить. Вот борзота! Кстати, а где это мы? Так вот и я, Том. Мы непонятно где, а тебя с Крепышом не добудешься. Пора бы выбираться отсюда. Ну так чего же мы ждем? Давай будить мелкого. Эй, Карапуз, вставай! Еще минуточку. Ну, понеслась. Да какой минуточку? Просыпайся. Ну, еще пять минуточек. Вот же ж! Эй, малой, тут здоровенный торт. Оставьте мне маленький кусочек. Я как проснусь захаваю. Не, здоровяк, едой Крепыша не заманить. Тут нужно что-нибудь другое. О, придумал. Эй, мелкий, тут гусеница. Прям на тебя ползет. Че? Где гусеница? Эй, а ну не трожь меня. Кыш! Ага, попался. Эй, тут нет гусеницы. Фух. О, привитули-ребитули. Ну, наконец-то мы можем выбираться отсюда. Отсюда? А где это мы? В том-то и дело, что непонятно. Поэтому и надо отсюда выбираться. Самое главное, снова в реку не свалиться. А то нас снова унесет непонятно куда. Давайте попробуем на дерево забраться. А с него спрыгнем на берег. Главное, чтобы дерево выдержало. А то тут среди нас есть кое-кто, мягко говоря, нелегкий. Игруля, это он про тебя. Хе-хе. Да-да, помечтай. Ну, началось. Погнали уже проходить. Я думаю, что дерево выдержит. Упс. Вот видите, я же говорил, что игруля тяжелый. Я тяжелый. А ничего, что вы уже стояли на дереве. Но сломалось-то оно под тобой. Так что это, не отмазывайся. Эй, Крепыш, ну ты-то хоть меня поддержи. В данном случае я согласен с пузатым. Просто не хочу крайним оказаться. Хе-хе. Вот наглые. Ну да ладно. То, что дерево свалилось, это даже неплохо. Мы по нему можем теперь как по мостику перейти. Погнали уже скорее. А то, что-то этот мост не внушает доверия. Прошли. Крутяк. А здесь нас сразу встречает подсказка, что Крепыша можно закидывать наверх. Тю. Нашли, что показывать. Да мы это уже сто пятьсот раз сделали. Это да. Ай, там гусеница впереди. Ох и противная же она. Такая зеленая. Длинная. В общем, гусеница. Ага. Такая аппетитная. Вот иди и съешь ее. Чтобы я ее не видел. Хе-хе. Эй, не нужно ее есть. Мы же ее как трамплин используем. Забыли что ли? Но прежде чем к ней подойти, нужно путь расчистить. На столбе впереди подсказка, что нужно гриб нажать. Давай, Крепыш. Я тебя наверх закину, а ты жми. Окей, юшки. Запускай. Тихо. Ну ты, игруля, даешь. Как можно было не докинуть? Да то я просто угол неправильный взял. Давай еще разок попробуем. Вот так. Так бы сразу. Что-то ты, малой, разболтался. Давай уже. Жми на гриб. Бе-бе-бе. Супер. Путь открыт. Давай, Крепыш. Спрыгивай на гусеницу и жди нас наверху. Ага. Еще чего. Тут высоковато так-то. Ты чего, мелкий, высоты боишься? Да ничего я не боюсь. Просто тут высоко. Вот трусишка. Да ладно тебе, здоровяк. Многие боятся высоты. Что тут такого? Вот давай даже у зрителей спросим, боятся ли они. Отличный вопросик, игруля. Давай зададим. Итак, друзья. А напишите в комментариях, боитесь ли вы высоты. Давайте как обычно. Пишите цифру 1 или слово да, если боитесь. Или пишите цифру 2 или слово нет, если не боитесь. В следующей серии узнаем результаты. Ну так, че, мелкий, ты прыгать собираешься? Ага. Попозже. Ну что, здоровяк, тогда пошли мы первые. И наверху подождем мелкого. Погнали. Итак, прыжок. Слушай, игруля, до меня дошло. Карапуз не высоты боится, он гусеницу боится. Да ничего, я не боюсь. Вот ты прицепился. Опачки. Ну, наконец-то. Смотрите-ка, там кто-то в кустах сидит. Лучше позырьте, сколько там всего наверху. Снова вы спорите. Я согласен с крепышом. Просто потому, что до кустов ближе. Ага. Обломись, пузо. Кто это тут у нас? Эй. Не знаю, кто это был, но мы его явно спугнули. Вот видите, тут ничего интересного. А я сразу говорил, что нужно наверх идти. Ну да, пожалуй, ты был прав. Ага, Карапуз, обломись. Чтобы забраться наверх, у нас есть Лиана слева. Давайте ей и воспользуемся. О, так это же мы можем с рогаточки попробовать в кустового жителя попасть. Ну-кась. Эть. Эм, похоже, ему не страшны выстрелы. Да как так-то? Вот тебе. Бесполезно, дружище. Ну и зачем тогда рогатка? Вон мишень сверху. Стопудово в нее нужно попасть. Так это ж легкотня. Пыщ. Меткий выстрел. Ну так, в стрельбе из рогатки я профи. После выстрела камень упал на грибную кнопку и поднялась платформа снизу, благодаря которой мы сможем пройти на финиш. А если бы сразу меня послушали, то уже три часа назад прошли бы этот уровень. Бе-бе-бе. Опачки, это же утконос. Ага, ох и странное животное. Хотя, чего я удивляюсь, в прошлой серии была огромная лягуха и паук. О, кстати, и кто из них больше понравился друзьям? Чуть-чуть больше голосов было за лягуху. Можно даже сказать, что мнения разделились примерно поровну. Но давайте уже вернемся к утконосу. Интересно, че это он тут стоит? Может это? Пойдемте поздороваемся с ним. Здорово, носа утк. Вай. Че-то он какой-то злющий. Похоже, что он просто голодный. И че дальше? Я вон тоже голодный, но я же не злющий. Ну, а ты же не утконос. Хм, и правда. Аргумент. Ладно, в любом случае на этом уровне у нас есть колесо наверху. Давайте его покрутим. Это можно. Закидывай меня, игруля. Опа. Неа, отсюда не докинуть. Ну, тогда давай повыше поднимемся. Вон по дереву, которое слева. Ну, погнали. Во. Закидывай, старина. Такс, и что у нас тут? Этим колесом мы можем перемещать крюк. О, а давайте этим крюком зацепим утконоса, чтобы он не мешал нам пройти. Неа, коротковат крючок. Ну, тогда давай попробуем им сбить апельсины. О, ням-ням. Нет, Бухляш, это не тебе. Это утконосу, чтобы задобрить его. Меня тоже надо задобрить. Неа, ты и так добрый. Давай, мелкий, действуй. Есть. Тащи апельсинку утконосу. Эй, малой, погоди. Давай сами съедим. Если мы сами начнем есть, то утконос разозлится и нас потом съест. Так что это... Давай не будем рисковать. Отлично! И вот так вот, друзья, наши панды и продолжали свой путь в ночи. Но в какой-то момент они увидели тень злого копейщика и решили скрыться от него в горах. Здесь наших героев ждало новое препятствие. Старый веревочный мост, сделанный из бамбука и лиан. Но, к счастью, мост оказался прочным, и наши герои без проблем его прошли и оказались с другой стороны горы. А что произошло дальше, ребята, смотрите в следующей серии. До встречи на канале Игрули Ти Ви. Всем пока!